В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В списке выступающих сегодня и президент Украины. В Нью-Йорке находится наш корреспондент Юлия Башко. Она с нами на прямой связи. Юлия, здравствуй. Известно ли, каких тем коснется Петр Порошенко в своем выступлении? Добрый вечер. Да, тема известная. Это станут ключевые темы для Украины. Деоккупация Донбасса, вопрос аннексированного Крыма и вопрос обмена политзаключенными. Это рассказал министр иностранных дел Павел Климкин. Нам удалось с ним пообщаться в кулуарах. Только что министр иностранных дел закончил переговоры с министром иностранных дел Венгрии. По словам Климкина, переговоры были сложными. Дискуссия горячая. Обсуждалась и работа консульства Венгрии в Украине о том, что там выдают незаконно украинцам паспорта Венгрии. По словам Климкина, достичь каких-то договоренностей в этом вопросе не удалось. Вообще, украинская делегация уже с самого утра в Нью-Йорке провела ряд двусторонних встреч. Президент Украины встретился с представителями бизнеса в США. Также у него по плану еще встреча с президентом Хорватии и президентом Египта. Сегодня президент Украины выступает во второй половине дня. По Нью-Йоркскому времени это около четырех часов вечера. И по киевскому времени это уже ближе к полуночи. Он будет выступать вторым по списку после президента Кабо Верде. В штаб-квартире Нью-Йорка на 73-й сессии Генассамблеи продолжается дискуссия. Только сегодня, в этот день, должно выступить около сорока глав разных государств. И эти встречи запланированы. И вот уже выступил президент Эстонии, что очень удивительно. В своем выступлении она затронула и тему Украины. Я предлагаю послушать. Военная агрессия в Восточной Украине продолжается в самом сердце Европы. Крымский полуостров остается оккупированным, как и часть Грузии. Не решены и конфликты в Африке. Трудно мириться с этими проблемами. Смягчать слова, чтобы заставить чувствовать себя лучше – это не решение проблемы. Для тех, кто терпит бедствие, признание их истинной ситуации и сочувствие дает хоть какую-то надежду, что в один прекрасный день все станет лучше. Накануне президент Украины Петр Порошенко принял участие в высоком заседании по вопросу миротворческих действий. Он озвучил новую цифру потерь для Украины вследствие войны с Россией. По его словам, за четыре года жертвами стало более 35 тысяч человек и призвал ООН ввести миротворческую миссию. Он напомнил, что Украина добивается этого вопроса уже три года подряд и ожидает на положительное решение. Также президент Украины Петр Порошенко накануне встретился и со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, который подарил символическую печатную декларацию по Украине. Ее приняли в июле. Она означает позицию США по Украине, что США не признает аннексированный Крым. То есть остается на стороне Украины. И что сказал Курт Волкер, я предлагаю послушать. США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма. Эта декларация очень похожа на декларацию Уэллеса о непризнании Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран, принятую в 1940 году исполняющим обязанности государственного секретаря США Самменом Уэллесом. Ну и сегодня также считается, что центральное мероприятие сегодняшнего дня – это мероприятие под названием «Дорога в Марракеш». На нем будут обсуждать подготовку программы по мигрантам во всем мире. А также сегодня пройдет одно из главных мероприятий – это заседание по нераспространению оружия массового уничтожения. Оно пройдет под председательством президента США Дональда Мтраппа. Спасибо, Юлия. С нами на связи из Нью-Йорка был наш корреспондент Юлия Башко с подробностями общеполитической дискуссии в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.